Анастасия Мельникова стала знаменитой, сневшись в супер-успешном сериале «Улица разбитых фонарей». И когда у нее в 2002 году, в разгар популярности сериала, родилась дочка Маша, все задавались вопросом, кто же отец девочки? Но ответа от актрисы не добились до сих пор. Не считаю возможным говорить об этом, настолько оберегаю личное пространство Маши, что хочу защитить его пространство. Кроме него, все знают три человека, я, моя мама и дочь, призналась Мельникова. Если я когда-нибудь выйду замуж, то вне зависимости от того, живу я с Маши или без нее, мои приоритеты расставлены на всю жизнь. На первом месте всегда будет ребенок. После того, как в 1998 году она развелась с директором Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Вячеславом Тельновым, актриса больше замуж не выходила. Развод в моей семье считался позором. Я выходила замуж один раз и навсегда. Скажу кощунственную вещь, но я невероятно благодарна мужу, что через 10 лет брака он ушел. Я бы не бросила его, никогда не решилась бы на это. И, может, стала бы несчастным и человеком, потому что не состоялась бы в профессии. А так и у мужа все сложилось удачно, и у меня актриса признается, что всегда мечтала о втором ребенке, но сейчас, даже если выйду замуж, поздно. Знаю, что медицина способна творить чудеса, но не буду. У меня дочь, чудо. Может быть, случится и второе чудо. Сейчас в жизни Мельниковой случился новый виток, вместе с 16-летней дочерью она снялась в новом фильме «Спасти Ленинград». Режиссер Алексей Козлов так захотел взять Машу на главную роль, что долго уговаривала Анастасию. Я ему сказала, хорошо, но ты все проблемы берешь на себя, я обожаю дочь, но убеждена, что это ошибка. И благодарна Алексею, что он настоял на своем, рассказала Анастасия Антемни-Телесин.